Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Awakening, ну и самое время посмотреть, что же тут у нас за дверью. За дверью у нас ничего удивительного. Толпа порождения тьмы. Ну, сейчас мы сильно покараем Генлока, крикнем и пойдем за засранцами, в общем-то, напрямую колотить Эмиссара. Потому что с остальными я верю, что наша патька, хоть и новая, непривычная, но справится, а вот с этим товарищем лучше поговорить, наверное, лично. Что, у нас мороз... О! Ну, каст мы ему, конечно, не сбили, а если мы успеем, мы не успели. Ну, там немножко его молния полетала, в общем-то, опять же, мин на этом не закончился. Ну, и там... Слушайте, отлучник достал, а? Что он стоит-то на халтай тут? Колдует. Ну, не колдует, а стреляет, но все-таки. В любом случае сражается с нами. Ой, они тут, конечно, дело натворили. Так, вот эта комнатка опциональна, поэтому мы ее осмотрим первый. Хе-хе-хе. Ну, поскольку обычно в таких комнатках, да, находятся какие-нибудь добрые ништячки. Лепанный шлем. Интересно, какое время у нас уйдет на то, чтобы вот это все зачистить, привести крепость, ну, в надлежащий вид. Потому что чем-то, знаете, очень отдаленно, сейчас очень отдаленно, Майтан Мэджик седьмой напоминает, где вначале был тип соревнования, и когда ты в нем побеждал... Оба! Оба, старый знакомый! Такой, Тулулулу, это я. Хорошо, первым делом давайте вот этого Генлока, нет, вот этого Генлока мы зафигачим, чтобы он там не кастовал. Я так думаю, что мы можем, опять же, сделать боевой вот этот клич и заняться эмиссаром. О! О! Ну, и дальше заняться уже вожаком непосредственно. В общем-то, он, судя по всему, тут из них типа самый опасный. Но самый опасный из вот этих чуваков все равно не очень-то и опасный. Тихий. Ну что? Ну? Готов. Ага, вот он ты! Когда они пришли, я подумал, ну погодите, вот придет новый командор, он вам задаст. Зубы из задницы выковыривать будете. А потом, крики, крики, и тут ты. Здорово. Командор. Какой-то титул прям из Wrath of the Righteousness. Огрин, ты здесь? Что? Свои глаза подводят? У меня так после пятой бутылки только бывает. Пришел я, значит, сюда, вдруг, думаю, в серые стражи сгожусь. Он уже был здесь, когда я уходила. Даже странно, что стражи его за это время не вытурили. О, смотри-ка, не как та самая цыпочка со своей штуковиной. Да, просто подарок для стражей, ничего не скажешь. Знаю, 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 так сразу и не подумаешь, да? Эй, а что это за маг? Твой новый мальчик? Мне вам не мешать? Ух ты, гном с мердящий пивом. Посмотрите, что за диво. Нигде такого не увидишь. Гляньте, маг-комедиант. Я думал, такие всегда молодыми умирают. Отлично у нас компания. И хочется отметить, что маг снова говорит рифмами. Рад снова тебя видеть. Что-то не верится. Да уж. Пойдемте-ка познакомим задницы порождения тьмы с моей ногой в самой изысканной манере. Ух, всегда рад видеть старых боевых товарищей. Вот что-что, а это, конечно, прям уф. Ну, и Огрин вон. Я не знаю, тактику мы будем... Но повышенную живучесть вкачаем, и давайте, ладно. Ой, у него хитрости не хватает. Ну, ладно, сойдет пока что. Потом изготовление ру, кстати. Уж кому, как не ему. Ну да. А здесь, ух ты, 10. Ну, во-первых, берсерком он должен овладеть мастерски. А во-вторых, вот это, наверное, воинская штука. Ну и вот это нужно ли нам? Что у него с двуручным? А, двуручное оружие у него вот эти вот два скилла возьмем. И... А-а-а. Хе-хе. Может, тогда вот это ему и не надо, потому что провокация, ну его нафиг. А вот это вот веселенькое делится-то. И давайте тогда горькую участь сменим на сокрушительный шторм. Во. Ну, чтобы двуручное оружие ему закончить ветку. Понятно, что там, может быть, не все суперполезно. И очередной сундук, на котором написано «Только для рок». Ну, Огрина, я рад видеть, как никого другого. Все-таки старые товарищи, это всегда здорово. Чистая бумага и всякие рецептики. Я так думаю, что в этой, кстати, части можно к крафту отнестись чуть посерьезнее. И хоть немного им заняться, потому что, ну, он помогает. Ой. Ой, а как это? А, вот тут... А, ну здесь тупик. Так что, наоборот, хорошо, что мы сюда зашли. Плюс всегда есть шанс, что в таком месте мы можем с вами найти, ну, наших старых товарищей. Так, тихо, крик. И пошли резать эмиссара, по традиции. Ну, офигливо. Мы антимаг, он маг. Так, как бы, вот оно и срослось, да? Не люблю, когда оно... А, вот, вот, он на нас свободно четко станул, тварь такая. Ну, кажется, на этом его кастование и закончились. О, гляди! Чё у нас создателей? Убрысь! Огрин прям в своей крайне дипломатичной манере. Спящий колечко. Ну-ка, вот это интересно. Устойчивость ко всякому. На Огрине... А, то, что мы ему некогда давали. Ну, даже не знаю. Пусть пока будет, но... Не то, чтобы оно сильно изменит курс событий. Здесь мы просто соединили комнаты, чтобы помнить, что мы туда уже заходили на случай, если вдруг я умудрюсь заплутать. Хотя карта здесь более-менее, так что заплутать будет сложнее, чем, казалось бы. И хороший вопрос, насколько годно продумали биовары именно вот этот вот хай-левел контент. Потому что иногда бывает такое, что всё вроде бы хорошо, но всё разваливается. Из-за того, что уже начинаются довольно-таки имбовые скиллы. Так, давайте эмиссар. О! Да. Эмиссару я так гляжу, а клематому не дадим. Да. Ну и нет, как... Вожак, конечно, страшный, но он не кастует. Я не знаю, почему так раздражают кастеры, но у них дофига всяких обилок, зачастую мерзостных. Инвентарь потихоньку забивается. Было бы здорово, чтобы нам, ну, либо выделили какой-то сундучок, как по Файндере. Ну, потому что сундук на пике солдата, это, конечно, было здорово, но туда идти надо было через весь мир. То есть пользоваться им было, по факту, практически, ну, нереально. Особенно, если случайно туда что-нибудь квестовое убрать. Глоток виски, чтобы облегчить боль. Мне нравится ход твоих мыслей. Прекратите, это не смешно. Командор? Угу. А, серьезные раны, давайте сначала попробуем узнать, насколько он совсем. По-моему, отравлен. Мы только-только получили предупреждение. И тут они сразу появились, командор. Сенешаль приказал идти в контратаку. Но они возникли прямо из ниоткуда. Одно из порождений тьмы говорит. И очень хорошо колдует. Говорящее порождение тьмы? У парня бред. У меня что-то в крови. А-а-а, как жжет. Хе-хе. Где-то, говорящий по... Да не, ну, поддержим. Держись, Роланд. Я рад, что встретил вас, командор. Хотел бы я сразиться с вами плечом к плечу хотя бы раз. Эх. Я отомщу за тебя, Роланд. Клянусь. Вот эти имена типа Роланд, они очень как-то режут слух на русском языке. То есть, если бы игра была на английском, я бы вообще не возмущался. Да, оно бы, ну, типа Роланд и Роланд. Но когда их произносят с русскими интонациями, оно как-то звучит, ну, омерзительно, что ли. Ну, я как-то и читать, и играть предпочитаю в основном на английском. Но понятно, что, да, на канале проходить что-то на английском будет, ну, нелепо, по меньшей мере. Ну, например, в тот же Гвинт я поигрываю, ну, поигрывал сейчас что-то. Они выпускают очень много аддонов, и ты просто, ну, не успеваешь за ними следить. А я постоянно пытаюсь добраться до проранга, и в итоге это отнимает кучу просто времени. Ну, и, черт возьми, при таких условиях, как получается, что особо ты в Гвинт, ну, короче, если играть не много и не мало, а средне, то удовольствие ровно ноль. Потому что вроде как и не можешь в проранге выбиться, а вроде как и стараешься. Но понимаешь, что все упирается во время, к сожалению. Конечно, Гвинт для меня Хардстоун затмел, то есть поначалу Хардстоун был очень-очень клевым, вот прям крутанским. А потом чуваки тоже начали жадничать, начали выпускать всякие платные ништяки, потом поменяли игру, так что, ну, рандом решал очень все. Так, мы почти дошли, но вот эту комнатку мы осмотрим. Потому что у нас, типа, такое. Позиция ничего не пропускать, вожак, горлок, горлок. Ладно. Никого серьезного нет, поэтому провокации. И давайте резать вожака. Там горлок, кстати, стоит какой-то, ну, совсем потерянный. А че он стоит? А, он выражает свое недовольство. Или он пацифист. Или это то самое говорящее порождение тьмы. Нет, явно не говорящее, потому что его сейчас пытаются, да, демократизировать. Что и случилось. Ну, и я с нетерпением жду разговорчиков командных. Потому что это будет интересно, ибо, ну, не видели мы, как взаимодействует с собой эта патька. У нас куча новых персонажей. Интересно о них побольше знать. Ну, и вообще, что творилось с тем же Огрином, например. Как он дошел до жизни такой. Ой. А мы с вами выбрались на крышу тем временем. Мне опять что-то... Пригнать собой с архидемоном. Все кончилось точно так, как он предсказывал. Того берите, да помягче. Мы не хотим убивать сверхнужды. Сверхнужды? Как будто у вас другие нужды есть. Ты думаешь, ты нас хорошо знаешь, человек? Что ж, понимаю, но скоро все изменится. Придут другие нам на смену, тварь. Они вас перебьют. Вот. Кажется, ты прав в большей степени, чем сам предполагал. Оно разговаривает. Ну, так давай заткнем его. Командор. Серого Стража в плен. Остальных можно убить. Что ж, мы встретили нашего первого босса, получается. Ну, выглядит он довольно-таки сурово и сохший. Ну, и ни на ком другом я, естественно, покусить не буду. Хотя тут как бы активно с нас пытаются агрон аж срывать. Но он бафается. Нет, скотина активно бафается. Смотрите-ка на него. Дядь, смотри на меня. Да, и пытается нас ковырять, но это довольно-таки тщетно. Все-таки хороший танк стоит кучи дамагеров. Что ж, друг, давайте я щитом еще. Ой, а он еще и... Вообще, конечно, убивать говорящие порождение тьмы, это как убить последнего и единственного представителя своего вида. Но я так подумал, что саминку-то мы восстановим. Потому что... Ну, вряд ли у нас ближайшие 120 секунд после этого будут бои. Скорее всего, мы окажемся в какой-то болтовне. Дядя, давай знаешь, что? Ты, конечно, помогаешь, но добей вот этого горлока и ты тоже, друг. А мы пока иссохшего поковыряем сами. Ну, просто чтобы этот горлок не мешался под ногами, а мы плавно чувака почти прибили к нашему магу. О, отлично. Ну что, иссохший? А? Активно он сопротивляется, однако же. Может, мы его победим, и он к нам присоединится? Вот это будет, кстати, занятный расклад. А у мага полное... полное все. Что ты можешь? Конус холда? Неплохая идея. Ледяная хватка. А, ну давайте. Допустим, хочешь хоть что-нибудь, чтобы он сделал. Правда, я не знаю, зачем нам снижать ему скорость перемещения, но и бафы... Бафы всегда хорошо. Готов. Лежать на радостях. Командор, я обязан вам жизнью. Солдаты на дороге. Кажется, у нас новые гости. Будем надеяться, они будут полюбезнее, чем предыдущие. Аполутать? Это нам кто-то подмогу прислал? О, королева лично. Кажется, мы опоздали. Приношу извинения. Королева Анора? Я хотела встретить стражей, как подобает. Герой Ферал Дэна жив. Ну и помните, мы в первой части, когда к Бранке шли, мы же, в принципе, узнали, как порождение тьмы плодятся. Так что, наверное, ничего удивительного, что они берут пленных, поскольку архидемон мертв, они пытаются как-то восстановить свои ряды. Я в порядке, Анора, но вот эта атака осложнила дело. А кто говорил, что будет просто? Тебе предстоит нелегкое дело. Я постараюсь помочь, чем смогу, но готовься в основном рассчитывать на себя. Эй, эй, я вам что, наговый паштет? Судя по запаху, что-то вроде. Я пришел в серые стражи в ступень. Я гляжу, лишняя пара рук вам тут не помешает. Где огромный кубок? Дайте рот прополоскать. Тебе найдется место среди нас. Ха! Лоб не моя задница, я согласен. Я полагаю, в трудное время нужен и важен каждый. В стражи вступаешь? Ну, удачи, удачи. Королева Анора, ваше величество, остерегитесь. Это же опасный преступник. Прошу прощения. Это она про меня. Это отступник, которого мы ведем в круг, чтобы предать правосудию. Ой, вот не надо. Ваше познание о правосудии убоги и куццы. Убегу снова только и всего. Не будет этого. Лично прослежу, чтобы тебя вздернули убийца. Убийца? Но те храмовники, они же... Ах, да что толку? Будто вы мне поверите. Боюсь, тут мало что можно поделать. Если только ты ничего не хочешь сказать, командор. Да берем, конечно. Слушайте, лишних рук не бывает. И чувак явно выглядит неправомерно обвиненным, поэтому... Да, всем призывая этого мага в орден Серых Стражей. Что? Никогда! Я полагаю, Серые Стражи не утратили право призыва. Даю свое позволение. Но если... Если Ваше Величество так считает... Ха! Молодчина! Добро пожаловать в теплую компанию! Я? Серый Страж? Что ж, это выход. Поздравляю, сэр Мак. Рада буду сражаться плечом к плечу с вами. Что ж, если у вас все под контролем, то я пойду, пожалуй. Да, имение уже в безопасности. Мы понесли большие потери, но по рождению Тьмы ушли. И есть выжившие. О, простите, я же не назвался. Меня зовут Верл, я Сенешаль Башни Бдения. Спасибо, что пришли на помощь, командор. О, этот эрлинг принадлежит Серым Стражам, не мне? Но как командор Серых, вы также равны нашему Эрлу. Нам многое надо обсудить. В первую очередь, посвящение. Вам придется искать рекрутов. Безопасность Ферл Дена теперь в руках Серых Стражей. Пусть их и осталось так мало. Вам предстоит подавить мор в зародыше, пока не поздно. Это будет непросто, но я в вас верю. Не подведи уж. До свидания, Страж. Удачи тебе. Прежде чем перейдем к другим делам, командор, надо решить один неотложный вопрос. На данный момент я знаю только одного посвященного Стража на весь Ферл Ден. Надо бы это исправить. Остальные могли бы вам помочь. Так вот. Смотрите, выбор, да? Тогда начнем посвящение. Храни Господь. И тогда поторопимся. Ну, то есть, зачем такой выбор нам давать? Ну, просто сделайте катсцену. И все. А я что хочу сказать. В этот момент мне, конечно, чертовски хочется, чтобы была какая-то еще надстройка над игрой стратегическая. Типа, вот как, опять же, во Враф оф Драйча, чтобы мы могли этот орден там, типа, заботились о продовольстве, о привлечении новых Стражей. Ну, что-нибудь такое. Это было бы здорово, ну, на мой взгляд. Понятно, что у всех вкусы разные. Кому-то подавай одно рубилово, кому-то подавай только историю. Ну, ладно. Тогда начнем посвящение. Как пожелаете, командор. Настало время приступить к посвящению. Я скажу слова, которые повторялись со времен Первого Стража. Присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Присоединяйтесь к нам, к сокрытым тенью, где мы бдим неусыпно. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. Если вам суждено погибнуть, знайте, эта жертва не будет забыта. И однажды присоединимся мы к вам. По-моему, во время нашего посвящения другие слова были. И не впредь ты серый страж, Огрен. Что это? Наперсток? Это ты на мой рост намекаешь? Ну, это наш обычный кубок. Правда? Хм. Ну, ничего так. Спаси нас, Создатель. Отныне и впредь ты серый страж, Андерс. Нам придется пить кровь по рождению тьмы, так что ли? Именно. Ну, ладно. Но если через две недели я проснусь на корабле в Ревейн, в подштаниках и с клеймом на лбу, буду знать, кого проклинать. Жив, Командор. Скоро очнется. Отныне и впредь ты серый страж, Мхаири. Мне кажется, она не выживет. Прости, Мхаири. Да примет тебя Создатель. Бедняжкам, Мхаири. Откройте двери! Надо сообщить Командору о входе на глубинные тропы. Там может быть их логово. Вы предлагаете стражам строить планы на слухах? Пусть даже это и правда. Все равно, если к моменту сбора армии не расчистить тропу пилигримов, солдатам придется есть подметки. Гарвелл. Вулси. У Командора был тяжелый день. Вулси говорит, что кое-кто из купцов спасся от порождения тьмы. Они снабдят вас припасами за разумную цену. Но башня твоя. Можешь брать любое оружие и доспехи. Мы подождем, пока ты будешь готовиться. Ого! Нормально. Ну, кое-кто из купцов, такого и шанс упускать я не хочу. Да еще и книжки полутать. Поэзия Гориоз. Ууу. Копия руны Великого Мастера Бодрость. Офига себе. Так. Посол Сера. Только для доспехов. Оу. Драконья Кость. Ну. Туник Проныра. Вот это пригодится. А вот, наверное, сет обычной драконьей кости. Кто из них торговцы? Скажите мне на милость. Ну. Просто я так понимаю, что разговор может затянуться надолго. Мм. Арбалет. Булава. Ааа. Меч. Да, как-то он не сравнится все-таки с нашим, кажется. Кажется. В наш еще бы рунки вставить. И у нас закончились места в инвентаре. А че за книга? Ну. Просто я сейчас боюсь под конец эпизода затевать долгие разговоры. Первый Страж. Окей. Формально главой нашего Ордена является Первый Страж. Но в таком отдалении от Андефелса трудно рассчитывать на его помощь или совет. Даже те, кто живет по соседству с Сейфсхаутом, привыкли справляться в одиночку. Слухи верны. Первый Страж часто занят политическими интригами Андерфелса и почти лишен возможности заниматься мирскими проблемами. Мне хотелось бы верить, что это вопрос выживания, а не личных политических интересов. Знаете, ваша задача чрезвычайно важна. С собами связаны надежды нашего Ордена. Если высший из нас получит знатный титул за пределами Андефелса, возможно, мы окажемся в лучшем положении, когда придет следующий Мор. А мы все знаем, что Мор настанет. Секретный доклад, Стражу Командор. Но он насчет Мора достанет. Нам же говорилось, что там есть сколько-то архидемонов, сколько-то из них победили, а сколько-то из них спят. То есть в теории мы, пережив энное количество Моров, можем победить. Госпожа Волси говорит, тут можно построить лавку. Торговец, которого вы спасли, очень радовался, что уцелел. Выгодно продал мне товар. Выручка, разумеется, ваша. Вам что-нибудь нужно, Командор? Да, покажи мне, что у тебя есть. Потому что мне бы тебе продать что-то вот из всяких вот этих вот шляп. Властелин зверей. Ну, я не знаю насчет, нужно ли нам что-то против зверей, да, и болты тоже забирай. Броню я бы не торопился продавать. Ух ты, плюс три к защите, плюс один к броне. Вот, смотрите, мы начали находить тигельная сталь. Во, во-во-во. У нас с вами пошли какие-то айтемы, которые... Угу, плюс два к ловкости, плюс десять. Плюс два к броне и плюс пятьдесят к выносливости. Ммм, а вот, оказывается-то, деньги, которые у нас были, да, вот они и могут быть применены. Ага. Ну что ж, учебник тени. Ага. Если ты меня не видишь, это не значит, что меня тут нет. Слезливая история разбойника, выросшего без любви к ласке. Ммм, да? Ну, открыта новая специализация. Тень. Но я так полагаю, что это не наше. Это, видимо, ну, рогом, скорее всего. Эгия. Ну, что ж, хочу поделиться финальными мыслями, потому что к следующему эпизоду забуду. Знаете, Андерс такое ощущение, что он в этом дополнении занимает некоторое место Алистера. То есть, внешне они чем-то схожи, характер у него, ну, такой приключенческий. Если Алистер, у него свои демоны, у этого чувака более такое какое-то легкое от него настроение, что ли. Я не знаю, как это описать. Но при этом, кажется, Андерс вполне будет не прочь с нашим командором в какой-то момент побороться на сосисках, если вы понимаете, о чем я. Ну, а на этом, пожалуй, этот эпизод мы закончим. Спасибо Дахармсу, Мишу Лебедеву и Юджину Уолину за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной решили проходить эту прохож... Это... ну, да, эту игру. Дополнение, я хотел сказать, вот. Удачи и счастливо. Пока-пока. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok